добрый день всем моим подписчикам а также тех кто интересуется ремонтом автомобилей тема сегодняшнего моего видео это как проверить межвитковое значит замыкание на якоре стартера что могу сказать по этому поводу во первых я посмотрел несколько видео там типа показывают что нужно иметь какой-то американский аналог какого-то прибора и с помощью этого прибора и проверяют якорь на межвитковое однако я скажу что в этом видео я хочу показывать довольно таки простое решение этого вопроса еще хочу добавить что несмотря на многообразие стартера на разных машинах принцип их проверки в основном одинаков еще я хочу посоветовать вам что при ремонте стартера вы обратили внимание на этот момент то есть на годность якоре стартера потому что на сегодняшних автомобилях снятие и установка стартера этот довольно таки трудоемкий процесс и лучше заранее все это предусмотреть чтобы потом повторно не повторить всю эту работу и так вот я показываю значит метод который очень прост под рукой нужно иметь всего-навсего лампочка ильича на 220 вольт один конец этой лампы мы прикрепляем основанию якоря то есть массе а второй конец мы значит соединяем фазе или но здесь не имеет значения где подсоединить эту часть провода и еще нам понадобится еще один провод который уже замекает цепь и уже готов значит якорь проверки вот я показываю что замекание корпус дает значит зажигаться лампе а вот если мы ставим этот провод коллектору якоря то лапа не зажигается вот в этом случае можно с уверенностью сказать что меж витковой проблеме нету у этого века якоря то и замыкание нету я принципе хочу еще наглядно показывать вам на значит чертеже но примерно так скажем вот лампа один а конец лампы провод уходит значит на якорь то есть на основной массу и 2 вот здесь у нас чит розетка 220 вольт и вот сейчас нарисуем якорь вот это его основная часть то есть масса где находится обмотка и вот коллектор если мы значит соединяем провод к массе то лампочка должен загорится вот видите на схеме если мы соединяем этот провод как было на видео лампочка загорится а вот если провод соединить с коллектором а то лампочка должен не загораться одним словом если нету значит контакта то есть не контакт а замыкание между коллектором и основным частям якоря то лампочка не должен гореть а если значит лампочка горит в этом состоянии то значит в статере есть меж витковое замыкание и нужно его поменять скажу что многие задаются вопросом почему все это дело нельзя проверить скажем обыкновением тестера или значит лампой на 12 вольт скажу что вообще-то нужно правильнее проверять якорь на меж витковое более таким специальным инструментом мегаометром который дает где-то 1000 1500 вольт и это значит дает гарантия что мы наверняка определим замыкание однако и 220 вольт дают гарантии на то что принципе можно вынести сказать что стояка стартера находится в нормальном хорошем состоянии одним словом все что я хотел показывать ставьте лайки если видео вам понравится всем удачи пока